Сбалансированное питание обязательно, потому что такую жару кальция обязательно не будет хватать, кальциевую селитру обязательно надо будет сюда вносить и плюс все микроэлементы, потому что тоже сейчас жара, потом еще опрыскивание, конечно, антистрессовым препаратом, какая-то аномальная жара до 50 градусов, это естественно надо будет, кроме подкормок, еще некормовые обработки необходимые будут делаться хотя бы раз в неделю, раз в 4-5 дней. Очень важно это работать, внесение гуматы, гуматы, почему вот многие там, ну, больше так сильными стимуляторами, да, то есть гуматы на самом деле это вообще очень важная тема, потому что это в действительности, это уже миллионные лет, которые, скажем так, в природе гуматы с растениями уже взаимодействуют, да, то есть вызывают их нерост, развитие корневой системы, и самое главное, они улучшают как структуру почвы, так и ее, соответственно, биологические процессы, да, то есть многие бактерии гуматом уже адаптированы, да, то есть улучшается всасывалось питание, да, которое вы даете, поэтому внесение вот гуматов можно внести гуматы в виде гранул, да, вот типа натуркомплект G, как мы вам показывали, можно внести жидкие там, пожалуйста, какие хотите, да, то есть хотите там гуми, хотите ивановсинские какие-то, самое главное гуматом, да, это что? чтобы они были хорошо растворимы, если вы вносите через ленту, чтобы лента не засорялась, вот в последнее время мы уносим гуматовсинские, даже больше, чем гуми, да, по одной, по своей причине, что ну, по вот своей структуре, да, он вообще даже не маслянистый, поэтому лента не забивается, потому что, знаете, сейчас работаешь много с этими стимуляторами, и бывает даже лента до конца сезона не доживает, вот поэтому старайтесь с удобрения, если вы вносите, вот эти органические, чтобы все-таки они были вот максимально, вот, я говорю, не жирноватые в таком состоянии, чтобы лента не забивалась, то есть гуматы вносим обязательно, гуматы вносим в гряды, гуматы можно вносить потом через капельный полет, обязательно три раза корневой стимулятор, да, хороший корневой стимулятор, но желательно, потому что здесь корневые стимуляторы такие, которые вызывают вегетативный рост дополнительно, то есть он настолько мощный, вот как и Нравел, да, что он еще вызывает рост растения, да, сейчас все-таки надо чисто те стимуляторы, которые только корневую систему, типа райса, это будет вот самое нормальное, это райса, да, то есть она сильно не вызывает рост самого растения, но при этом очень мощно работает по корме, да, пожалуйста, любую ауксину можете использовать тоже, если у вас там чего-то нет, то есть это на усмотрение, что конкретно есть у вас, да, вот мы работаем три раза райса, и раз в 10 дней даем мы 3 литра на гектар, плюс овсинский, там сейчас 5 литров на гектар дополнительно, того, что мы внесли на туркомплект G 800 килограмм на гектар, то есть поэтому мы по гуматам работаем, и почему гуматов, кстати, мы очень много используем, потому что у нас уже грунт старый, и поэтому все, ну, вы замечаете, да, когда монокультуры идут, да, то есть вроде ты все вносишь, а с каждым годом урожайность падает, и вот внесение больших доз органики и гуматов позволяет вот этой яме не проваливаться, то есть восстановить это плодородие, естественное плодородие почвы за счет гуматов, думиновые, фламиновые кислоты. Поэтому навоз, опилки и гуминовые кислоты, это именно вот нам улучшает структуру почвы, плодородие почвы, да, помимо того, что мы даем удобрения. Поэтому внесение этих стимуляторов обязательно, тем более они в принципе все недорогие, и больше, в принципе, сейчас никаких этих стимуляторов не надо, но если сильно жарко, можно дополнительно проходиться натурамином, да, либо коламинбор из двух, потому что коламинбор тоже сейчас очень выгоден тем, что в этот момент будет сейчас вот такую жару, да, растение испытывает дефицит кальция и бора. Поэтому, ну, либо коламинбор 20 грамм на 10 литров где-то раз в неделю, либо натурамин где-то от 7,5 до 10 грамм, в зависимости у кого какая, какой опрыскивки, на 10 литров воды и опрыскивки. То есть вот из опрыскиваний пока хватит, да, то есть обязательно боремся с насекомыми, потому что сейчас тепло, насекомые размножаются быстро, сейчас есть белокрылки валом в полях летает, сейчас и трипс может прийти.